Всем привет, ребята, вы на канале CryptoComments, и это еще один видос, которым не могу с вами не поделиться. Очень крутые мысли у Кевина Свенсона и у Олесио Растани, у наших дорогих любимых аналитиков, поэтому перевел для вас сразу два видоса в один. Ребята, навалите лайков, если вам нравится криптоконтент, если вы по-обыче настроены на To The Moon биткоина. Пишите в комментариях, что думаете, очень интересная тема у обоих, но, грубо говоря, объединяет их то, что достигнет ли биткоин шестизначных цифр в этом году. Поэтому погнали. Сразу к делу. 9 из прошедших 11 лет биткоин-истории заканчивались ралли конца года. Единственные два раза, когда у нас не было ралли конца года, это вот здесь, когда мы выходили из медвежьего рынка. В 2015 и в 2018. Это реально было всего два раза, когда мы не заканчивали год хорошим ралли. Все остальные 9 лет заканчивались очень хорошим Санта-Клаус ралли. И один из ключевых индикаторов, который может привести нас к финальному пампу в конце года, это индекс доллара, DXY. И если он найдет свою вершину. Поэтому присматриваемся к потенциальному развороту индекса доллара. И вот где фаза мании по биткоину, я думаю, начнется. В последнее время мы видим, что индекс доллара пошел трендиться наверх за последний месяц. И люди ждали, что это повлечет за собой падение цен на активы. Но смотрим на график фондового рынка, и S&P тоже идет наверх, как и доллар, что необычно. И также биткоин тоже трендится наверх последние несколько месяцев. Так что, когда я решил вернуться назад во времени, и посмотреть, что же делал индекс доллара в ноябре 2017, в течение бычьего рынка 2017 года. И интересная вещь в том, что и индекс доллара, голубая линия, и S&P, оранжевая линия, и свечки, которые являются биткоином, они все трендились наверх. С сентября по октябрь и ноябрь, они все трендились наверх вместе. Но только когда голубая линия DXY сломала тренд и пошла вниз, вот когда мы увидели этот эпический финальный маниакальный памп по крипте и по сток-маркету. И теперь, перед тем, как мы продолжим говорить про индекс доллара и про сигнал, который может указать нам на взрывной рост биткоина, ралли конца года на гораздо более высокие цены, перед этим давайте поговорим про краткосрок по биткоину. Вот дневной график. И у нас очень хороший восходящий канал, в котором мы сейчас находимся. И мы все еще выше восходящей поддержки. Так что мы можем опуститься даже на 53 или 53,5 и все еще оставаться в хорошем конструктивном аптренде. Так что ничего в краткосроке не беспокоит меня. И также я хочу заметить, что вы хотите видеть в бычьем рынке, вы хотите видеть, как предыдущее сопротивление становится новой поддержкой, как оно сделало вот здесь. Так? И вот это предыдущее сопротивление, что мы хотим видеть? Как оно удержится, как новая поддержка, вот здесь. Согласны? Так что мы все еще можем спуститься на 53,5 и отскочить оттуда, и все еще будет очень-очень вполне себе. Бычьим раскладом? Да, давайте теперь посмотрим на сигнал финального пампа, который может показать нам DXY, индекс доллара, и загнать биткоин на шестизначные числа до конца этого года. Давайте поговорим об этом. Да, и мы недавно постили перевод твита Кевина у себя в телеге, крипто-комманс, на который обязательно подпишитесь, кстати. Естественно, если вы еще не. Что DXY, сток-маркет и биткоин вместе шли наверх в 2017 году, и с тех пор, как биткоин нащупал дно в 30 тысяч в этом году, DXY тоже пампится. Так что мы идем наверх вместе с DXY точно так же, как в 2017 году перед декабрем. И я сказал, если мы можем увидеть разворот по индексу доллара, то мы можем увидеть так же массивное движение наверх, как мы видели в ноябре-декабре 2017 года. Потому что как только DXY развернулся и пробился вниз, вы видите, что акции и крипто улетели на Луну. И теперь, если вы посмотрите на текущий период, вот то, что сейчас происходит. Биткоин растет, фондовый рынок растет, и индекс доллара тоже растет в одно и то же время. Так что, чего я жду сейчас, это то, что если мы видим... Давайте отделим голубую линию, это индекс доллара. Если мы видим, что DXY разворачивается в ближайшее время, откатывается и пробивает свою трендовую линию, вот где, я думаю, массивный финальный памп на шестизначный биткоин и произойдет. Поэтому давайте взглянем на более долгосрочную перспективу индекса доллара и посмотрим на индикатор RSI. Вот где у нас был пик во время коронадампа 2020 года. Вот здесь. Это коронадамп 2020 года, и мы видим, что после этого был большой даунтренд. И вот в июне мы нащупали дно и пошли снова наверх. У нас было мажорное ралли, фондовый рынок рос, крипта росла, и индекс доллара тоже попер наверх. Так что да, мы видели движение наверх. Но что я вижу сейчас здесь, с вот этого коронадамп хая до текущего положения, мы видим, что мы уперлись в историческое сопротивление. И если мы видим некое отвержение от этого уровня, то мы имеем дело с потенциальной скрытой медвежьей дивергенцией. Если у нас получится здесь понижающийся максимум по индексу доллара с повышающимся максимумом на недельном RSI, это образует скрытую медвежью дивергенцию. И мы видим потенциальный откат, и это может повлечь за собой финальную фазу маниакальной экспансии криптопузыря и фондового рынка. И, конечно же, с этим безумным печатным станком ФРС, который мы видим, и всей этой инфраструктуры с стимулами, пачками денег и всей этой темой, мы, конечно, может, увидим, я думаю, что замедление или даже падение индекса доллара в конце этого года, потому что мы уже поднялись хорошо. Так что, опять же, большой сигнал будет, если индекс доллара пробьется вниз, и я думаю, что это, возможно, произойдет и на горизонте у нас уже с вами находится. И вот тогда-то, возможно, финальная сумасшедшая фаза взрыва крипторынка произойдет, где-то на шестизначных уровнях по биткоину. И, конечно, еще что-то, что стоит держать в голове, это то, что 9 из предыдущих 11 лет биткоин-истории заканчивались в Санта-Клаус ралли, чуваки. Единственные два раза, когда мы не видели его, это были, когда мы выходили из медвежьего рынка в 2015 году и в 2018 году. Это были единственные два года, когда мы не заканчивали все массивным Санта-Клаус ралли в конце года. И я думаю, что у нас много корреляций с фондовым рынком, и график сезонности по S&P 500 показывает нам, что с учетом последних 20 лет средняя статистическая агрегация показывает нам, что конец года – это, как правило, самый хороший бычий и волатильный момент для фондового рынка. Ноябрь-декабрь, как вы можете видеть. Вот такая тема. Мы приближаемся к праздникам, компании хотят большие выручки и все такое. Так что памп в конце года – очень даже распространенная вещь. И, как я уже сказал, один из самых показательных индикаторов этому будет – это разворот индекса доллара. Так что смотрите за потенциальным разворотом DXY. И вот тогда, я думаю, что мания начнется. Так что присматривайте за DXY, ребята. Вот такие вот вещи рассказывает мистер Кевин, Свенсон. Подписывайтесь на него тоже. Ссылка на его канал в описании, кто понимает английский. Ну а теперь хочу показать вам еще один видос от Олеси Орастани, где он поднимает вопрос, достигли ли мы 100 тысяч долларов в этом году, и показывает некую очень интересную статистику. Погнали, смотрим. Окей, чуваки, давайте поговорим про биткоин. Вопрос, который я хочу задать в этом видео, и который многие из вас мне задают. И также это вопрос, который я запостил для наших YouTube-подписчиков. Как вы можете видеть, я спросил, насколько вы уверены в том, что биткоин достигнет 100 тысяч долларов до конца этого года? И похоже, что большинство из вас, кто голосовал в этом опросе, примерно 35% из вас, вы говорите, что или-или, что вы типа более-менее уверены в том, что биткоин может пойти на 100 тысяч. Но около 32% ответили, нет, это маловероятно. Так что я думаю, здесь более-менее ровное разделение. Но кто-то из вас, конечно, скажет, что вы очень уверены, что биткоин может пойти на 100 тысяч или даже больше, но эти цифры, похоже, не такие значительные. Но в любом случае, что бы вы там ни думали про биткоин, пойдет он на сотню или нет, но реальный вопрос, который я вам хочу задать, это действительно так важно, что биткоин пойдет на 100 тысяч долларов в этом году? Я имею в виду, у нас осталось всего несколько недель до конца года, правильно? Я делаю это видео сейчас в ноябре, во второй части ноября, и у нас есть буквально несколько недель до конца года, 4-5 недель. Так что я не думаю, что это так прям важно, пойдет ли биткоин на 100 тысяч долларов, именно на 100 тысяч долларов до конца этого года. Как бы в чем спешка? В чем проблема? Многие просто очень хотят, чтобы биткоин достиг 100 тысяч долларов до конца этого года. Но я хочу задать вам следующий вопрос. Смотрите, если биткоин достигнет 100 тысяч долларов в январе или феврале следующего года, велика ли будет разница для вас? Будете ли вы менее счастливым от этого? Я не думаю так. Я думаю, вы все равно будете очень кайфово себя чувствовать. Но я думаю, что мы идем к сотне тысяч, но вопрос только в том, дойдем ли мы до конца этого года, в декабре или все-таки позже. Смотрите, какие прикольные здесь, прикольная здесь растительность. Смотрите, какие красивые пальмы. И это место в Иране, оно было на самом деле сотни тысяч лет до нашей эры. Офигенный сад. Так что в предыдущем видео, вы можете помнить, я делал специальное видео про сезонность биткоина. Я делал про сезонность, и мы делали там кое-какую калькуляцию, подсчитывали статистику. И по статистике мы нашли, что биткоин... Факт того, что биткоин в период с конца октября до конца декабря, то есть, грубо говоря, период с 31 октября до 31 декабря, что называется хэллоуин-эффектом, обычно биткоин шел очень хорошо. И если посмотреть по статистике, вы можете видеть, что у нас есть следующие сведения. Когда биткоин находится в аптренде, когда биткоин находится выше 200-дневной скользящей средней, у биткоина есть тенденция идти наверх в среднем на 39% за эти два месяца. Как вы можете видеть, это именно средняя статистическая цифра. Окей? То есть, опять же, до тех пор, пока биткоин удерживает аптренд и удерживает 200-дневку, мы видим, что сезонное давление, сезонный паттерн направляет биткоин в сторону быков, в сторону 38-процентного подъема за эти два месяца. Это средняя цифра, еще раз повторяю, 39% с октября до декабря. Опять же, давайте сакцентируем внимание на том, что это средняя статистическая величина. Биткоин может вывалиться из этой статистики. Он может пойти гораздо больше наверх или пойти гораздо меньше. Так что мы говорим просто о средней статистике, о средней цифре. Итак, теперь, обладая этими статистическими данными, мы можем наложить это на закрытие месячной свечи в октябре 31-го. Вы можете видеть, что у нас была цена на закрытие свечи 61 359. И мы накладываем эти 38,9%, и мы можем видеть, что базируясь на этих средних данных, у нас есть возможность того, что биткоин достигнет 85 тысяч долларов. Чуть более высокая вероятность того, что биткоин поднимется на 85 тысяч долларов. Базируясь на сезонной статистике и на среднем процентном значении. Опять же, гарантировано ли это? Нет, конечно. Люди также часто ошибочно думают, что эффект сезонности, эффект Хэллоуина гарантируют им иксы. Нет, никаких гарантий ни на каком рынке, тем более на биткоин. Есть только возможности, ребята. Только возможности. Так что я бы больше, конечно, поставил свои цели, ребята, в этом году, базируясь на статистике. Более консервативной цели на вот этой цифре, средней цифре 39%, что опять же может закинуть нас на 85 тысяч долларов, если биткоин останется выше 50 тысяч долларов. И сейчас мы видели коррекцию по биткоину недавно. И в двух словах, я думаю, что менее вероятно, что биткоин достигнет 100 тысяч долларов до конца этого года. Вы можете с этим быть несогласными, я могу быть неправ, но я лично думаю, что уровень 85 тысяч долларов, о котором я говорил только что, может быть более вероятным. И опять же, будьте осторожны, когда все начинают ожидать чего-то одного. Будьте очень осторожны, когда все думают одну и ту же вещь, все ожидают одинаковой цели. И я, наверное, сделаю отдельное видео про то, что когда все начинают думать одинаково, это ментальность толпы, ребят. Обычно, когда так происходит, происходит обратное. Часто происходит обратное. Так что я думаю, есть возможность того, что биткоин поднимется на уровень 85 тысяч долларов до тех пор, пока он удерживает 50 тысяч долларов. Потому что если мы окажемся ниже 50 тысяч долларов, то я думаю, что риск большего снижения будет увеличен. Вот такие вот, ребята, новости. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите, что вы думаете в комментариях. Подписывайтесь обязательно на наш канал, если вы еще этого не сделали. Перевел, озвучил Гриня. Да, и пользуясь случаем, хочу сказать, что очень много полезных ссылок в описании. Вы можете прокрутить вниз там лучшие биржи, кошельки, наш телеграм-канал, опять же, наш телеграм-чат. Аналитика, TRDR и О только что дали нам партнерскую ссылку. Переходите по ней, регистрируйтесь, оплачивайте пакет. Очень полезные индикаторы, такие как ордербук, оверлей, которые я показываю, книга заявок прямо на графике и многие другие. Пользуйте партнерские ссылки, этим вы реально поддерживаете наш канал. Торгуем аккуратно, с холодной головой, ходлим, 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 еще раз ходлим. И это не финансовый сайт-дисклеймер, но золото очень сильно дипануло. Золото и серебро, чуваки, buy the dip. Просто посмотрите на график, go по ссылкам из описания на Femex или на PrimeXBT, там есть золото и серебро. ПОКУПАЙ ПРОСАДКУ, не финансовый сайт-дисклеймер. Все, всем профитролей. Марджин Ходл. На связи, пока.